А вы знаете, где начинается Россия? Когда говорят про край света, я представляю себе поселок Усть-Камчатск. Я в детстве там жила и училась в школе. Прожила в Усть-Камчатске 3 года, в 70-х годах 20-го столетия. Камчатский край – это 41-й регион России. Усть-Камчатск расположен на восточном побережье полуострова Камчатка, в устье реки Камчатка. Расстояние от Петропавловска-Камчатского напрямую, если лететь на самолете – 522 километра, а по автодороге – 741 километра. Поселок основан в 1731 году под названием Усть-Приморский. В 1918 году его переименовали в Усть-Камчатск. В 70-х годах прошлого столетия численность поселка достигала 16 тысяч человек. В 2000 году в Усть-Камчатске проживало 8 тысяч жителей. В 2010 году произошло извержение вулканов Ключевская и Сопка и Шевелочь. В результате начался пеплопад, который засыпал практически весь поселок и серьезно повлиял на миграцию населения. Воистину, говорят, возродились из пепла. В настоящее время в Усть-Камчатске живет чуть меньше 4 тысяч жителей. Средняя температура воздуха в январе составляет минус 20 градусов по Цельсию. Снежный покров может достигать высоты от 160 до 300 сантиметров. Представляете, высота снежного покрова – 3 метра. Как видите, зимой поселок очень сильно засыпает снегом. Средняя температура воздуха в июле – плюс 13, плюс 15 градусов. Основная отрасль экономики Усть-Камчатского района – рыбная. Усть-Камчатский занимается выловом рыбы и ее переработкой. В 2013 году введена в эксплуатацию ветроэнергетическая установка. В настоящий момент реализуется большой проект строительства ветропарка для производства электроэнергии для нужд Усть-Камчатского района. Добраться до Усть-Камчатска из Петропавловска-Камчатского можно самолетом, автобусом. Аэропорт в Усть-Камчатске был открыт в 1937 году. Из Петропавловска-Камчатска в Усть-Камчатск регулярно ходит рейсовый автобус. Дорога проходит через центральную долину Камчатки. И после поселка Ключи проходимость дороги резко ухудшается из-за ближайших вулкана Шевелочь, с которого регулярно сходят мощные грязевые потоки, которые усложняют движение на автодороге. В Усть-Камчатске через реку Камчатка построен красивый мост. В поселке функционирует центр культуры и отдыха. К достопримечательности поселка прежде всего относятся историко-культурный центр Нижний Камчатский острог, церковь Успения Пресвятой Богородицы, основанной в 1741 году. В Усть-Камчатске есть памятник рыболовецкой славе и памятник рыбачке. К богатству Усть-Камчатска и всего Камчатского края нужно отнести рыбу, которая представлена такими видами тихоокеанских лососей, как горбуша, кита, нерка, кижуч, чавыча. Но главная ценность – это красная икра. Камчатский краб. А еще в летний период бесценные дары природы – грибы и ягоды. В зиму и выходные дни население поселка проводят на рыбалке. Ловят корюшку, которая имеет свежий запах огурца. Я тоже любила посидеть с удочкой. А какая вкусная вяленая корюшка! Усть-Камчатск находится в 150 километрах от Калючевской сопки, возраст которой приблизительно 7 тысяч лет. Высота его составляет 4800 метров над уровнем моря. Усть-Камчатск находится недалеко от каскадов вулканов. Самые крупные вулканы, находящиеся в данном каскаде – это Шевелыч и Толбачик. Посмотрите на их красоту. Могу рассказать одну историю своей жизни. Мне, 9-летней наивной девочке, кто-то из взрослых сказал, если человек пробежит под радугой, то он всю жизнь будет счастливым. И я как-то летом, рядом с Калючевской сопкой увидела радугу и решила добежать до нее. Она же вот-вот, ну вот, совсем рядом. Чем закончилась история? Вы уже поняли. Конечно же. Разбитыми коленками и локтями. И не смогла добежать до радуги, набраться много счастья. Столько, сколько нужно для того, чтобы хватило на всю человеческую жизнь. Моей души, пусть Камчатск остался в памяти на всю жизнь. Как то место, где начинается Россия и моя российская география. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова